сегодня мы с Бори опять погуляли по Манхэттену сегодня у нас была длинная прогулка примерно мы прошли 12 миль это 28000 шагов или 19 километров начали мы примерно вот здесь внизу на из какой-то там 53 и прошли вот сюда до централ парка зашли в него через централ парк по 7 где-то по 72 мы вышли вот пошли на west side вот это бродвей наискосок идет по бродвее прошли до 80 и где-то вот тут зашли в этот парк а этот парк это риверсайд парк и вот мы шли вдоль гудзона по этому парку наверх сюда на север-север дошли не сначала мы где-то зашли до 96 улице здесь вышли в каком-то дайнеры даже не дайнера мелкая деле покушали пошли дальше опять по парку вот здесь и где-то вот мимо мимо колумбия university и где-то здесь вышли в районе 120 улице это уже горлем вот зашли вот примерно сюда и вот так стали идти вот этот зелененький это morning side парк здесь мы зашли в красивую церковь кстати morning side парк потом мы вернулись обратно вот к центральному парку уже на 110 зашли в него тут я уже перестал снимать если честно по моему где-то внутри я да да внутри я потом снял great loan такая большая поляна там борька очень рассказал вот и мы вышли из парка вот здесь на columbus circle боря пошел к себе туда на на 42 восьмую сесть на автобус который повез его обратно в нью-джерси к себе домой а я тут же сел на велосипед вот который здесь по городу везде стоят сиди байкс и села еще проехал две мили обратно к себе на на и сайт вот такая была длинная прогулка из этой прогулки я нарезал вернее нарежу я думаю что к 7 роликов и надеюсь что вам они понравятся удачного просмотра вот ребята сегодня опять встречаюсь с борьбой вот он горя помаши ручкой боря аудитории он не хочет махать ручкой шляпу снял вот так лучше вот мы на алексингтон и 54 вот новая церковь построили более наверняка и не знает хотя как он утверждает что он знает манхэттен я построили только в прошлом году план план какой пройтись до парка через парк перейти новый сайт ну и заодно и поговорим час ланч сегодня какой у нас 1 1 июля да да вон кстати посмотри я здесь как прохожу мимо все поглядываю на эту центральную синагогу вот видишь вообще целый комплекс тут из верно лево там еще их здания будут что меня смущает горя 100 синагоги не всегда открыты в то время как здесь же рядом зайти там сейн патрикс красавец он открыт всегда вот это не понимаю почему иудейской религии они хотят держать двери все время открытыми хотя здесь достаточно по моему спокойно в плане безопасности честно говоря не знаю я про центральную не знаю но я когда жил на в сайде посещал синагогу на 88 8 улица которая размером не меньше этой она была открыта половину не более того наверное волонтеры там штат бюджет в общем все эти вещи но я воздержусь я знаю что новый сайт есть всяческие еврейские школы куда трудно попасть ешивы вот твои дети где учились когда росли ну не мои дети учились школах которые попасть еще труднее в смысле если рассмотреть сколько они стоят вот решила то это дешевый вариант либо если школа дорогая еще мне трудно попасть все равно не она заплатить нужно а ну не трудно попасть если деньги есть они трудно нет тоже трудно потому что они очень выборочные деньги совсем не фактор вот но сами все деньги такие чтобы я могу сказать что когда моя дочка окончила эту школу поступила ну скажем так в среднестатистически по цене американский колледж что мне сразу вышла скидка годовая где-то 1000 на 7 10 то есть у тебя школа была дороже да ну а теперь с этой птичьего полета и прожитых лет стоило ли в свою дочку отдавать в частную школу и платить такие деньги когда можно было подать паблицу дело в том что ответить коротко стоило могу не добавить более детально добавь когда дочка родилась то мы с моей бывшей обрадовались потому что лучшее по тем временам и по моему до сих пор считается лучше джуниор скул манхэттене находилась полублоке от нашего дома и мы соответственно автоматически попадали туда что там только девочки могли быть нет нет я имею ввиду нет я говорю джуниор на этом младшая школа которая до четвертого класса то есть ну американские школы это мидл скул джуниор скул и хай скул то есть и некоторые школы сочетают все три но большинство разделяют то есть первая возрастная группа это от детского сада до четвертого класса 2 5 до 8 и 3 с 9 по 12 ну и все же частная школа или не часто ну короче говоря мы радостно определили нашего ребенка в эту знаменитую public school которые все завидовали из-за которой недвижимость в районе была повышена по сравнению то есть даже с дорогим окружением вот а где где-то на 70 розыжу туда не это школа находится между 77 78 и между коламбус и амстердам то есть аппарат сайт да а мы жили на 77 коламбус то есть пол блока ну проучился она в этой школе две с половиной недели и за это время было два инцидента которые привели к тому что мы ее оттуда забрали и определили в частную школу тогда жена не работала я получал довольно скромно так что стоимость частной школы автоматически где-то было примерно треть нашего семейного дохода все за конфликт почему надо забрать через две недели но было два инцидента первое это когда там вот эти пятилетние вот этот приготовительный класс для них положен ланч ну ланч они по теплому времени делают снаружи вот и там стояла очередь она сара девочка тихая такая вот такая тихая беленькая блондинка вот и она стояла в очереди примерно сама когда очень стала подходить к ней подошел большой высокий черный мальчик выкинул ее из очереди занял ее место и сказал ей слова я не уверен что я могу процитировать ну да он не сказал что get out of here you white can't вот ну после чего дочка пришла домой и спросила у родителей что такое white can't ну можно себе представить удивление а удивление ну да вот скажем так но первый инцидент мы проглотили хотя посмотрели друг на друга мы очень либеральные такие родители открытые считаем что все как бы справедливо и все такое но как когда доходит до собственного ребенка то все так сказать мягкосердечные и ну как бы открытые мыслители иногда вдруг превращается в животных потому что твой ребенок и ты чувствуешь ребенка обижают и ты готова просто загрызть зубами вот и нет нет буквально вопрос к тебе да тогда ты был женат на мишель да мишель она вообще-то францужин она тут родилась она французского происхождения но кей да но по крайней мере не еврей скажем нет нет и каким образом данной ситуации конфликтной похоже или не похоже взгляды родители на то что мою дочку обидели это было насколько мы пришли из разных планет на наша реакция была совершенно идентичной то есть мы оба реагировали практически синхронные надо сказать что у меня с мишель брак не задался мы разошлись да еще и дамы но мы жили где-то лет десять вместе потом мы разошлись и разошлись довольно обогатив при этом существенно лоеров но один вопрос по которому у нас практически не было расхождение это был вопрос воспитания детей тут как-то получилось что мы всегда совпадали вот и и это очень помогло вот этот тяжелый момент что дети выросли понимаю что их любят и это поэтому тот факт что родители разбежались не так как травмировал и они выросли психологически здоровыми детьми доброжелательными доверчивыми к миру одним словом и решили взять я в частную школу понимаешь и денег у вас на это нет типа надо было спасать ребенка или что да да потому что второй инцидент был в общем-то хуже первого это уже было в классе и получилось так что мишель была тому прямым свидетелем потому что первые там две-три недели школьная администрация разрешала родителям присутствовать в классе так сидеть сзади и молчать в тряпочку вот ну мишель там сидела сзади молчала в тряпочку командовала ассистентка учителя ну там есть главный учитель и помощник классе вот такая женщина с резким голосом и подозрительно костлявая вот такие вот костлявые люди с холерическим темпераментом в те времена это был первых как бы подозрение что там героин замешан что это он дает именно вот такие внешние реакции но она громко что-то командовала выравнивала детей несколько рисковато и какой-то мальчик который не привык что к нему применяют какую-то любую форму физического воздействия маленький мальчик еще пяти не исполнилось он я сказал что она плохая и замахнулся на нее рукой следующем следующий момент она схватила его за руку протащила волоком буквально перед строем всех студентов вот этих пятилетних и вереща на полную глотку как ты смел поднять руку на своего учителя выкинула его за дверь на следующее утро у половины детей было истерика и они включая мою дочку и они так сказать панически кричать говорит я не хочу туда идти меня там будут бить эти дети не понимали что такое физическое воздействие для них то было страшно вот ну мы пошли к директору школы делегации там из пяти или шести родителей вот на что директор школы нам сказал что это что мы преувеличиваем что это прекрасно учитель у них она член профсоюза и и у нее прекрасные рекомендации и если у нас проблемы то вот частной школы пожалуйста есть для всех как кого не устраивает ну в общем да именно так нам и сказали и половина родителей забрали своих детей школы потому что дети были в истерике моя дочка у меня она дрожала говорит пожалуйста потому что американский ребенок она не понимала советском союзе никто бы не обратил внимание но здесь как бы физически любая форма насилия это это не даже не столько больно сколько страшно потому что это то что для них совершенно иностранно и вот для моего ребенка точно физическое наказание у нас никогда не было ни в проекции не везде они даже в кино этого никогда не ведет но а теперь тогда у меня вот какой возникает вопрос да считается что армия американская самая сильная круто это же все те же дети которые выросли как и твои дети понимая что боль это очень плохо и всякое такое то же время русские ребята выросли в жесткой ситуации обстановки лучшее войны на кого вы ты поставил